В чем секрет гармоничных и крепких отношений, рассказала семья из Петропавловска. Русская-татарская пара отмечает практически все праздники – Пасха, Рамазан и Рождество. Но особенно празднует Наурус Мирама. Нургулялина встретилась с героями следующего материала. Руслан и Елена Боязитовы живут в любви и согласии более 10 лет. Он татарин, она русская. На своем примере они показывают, что разные традиции и религии никак не мешают создать семью. А началось все со служебного романа. Мы как бы привыкли, жили с бабушкой. У нас такого не было, чтобы часто в гости кто-то приходил, только по необходимости или когда позовешь. А здесь, когда я пришла в семью Руслана, постоянно гости, все друг друга поддерживают, праздники, не праздники, гости, гости. Вот это вот, что всегда много народу, для меня это как-то было удивительным. Когда я домой уже приезжала и говорила, почему к нам в гости никто не уходит. Семья Руслана с радостью приняла Елену. После этого пара провела обряд бракосочетания в мечети. И это не единственная быча татарской культуры, которых придерживается семья Боязитовых. Когда дети родились на 40-й день, звали Мулу, бабушек, читали молитвы, потом давали имя ребенку. После этого брили их, что сына, что дочку на 40-й день. Потом, когда ребенок начал только ходить в первые шаги, тоже приглашали, получается, старших с Мулой, читали они молитвы. Их дети уважают культуру обеих народов и учат татарский. А Элина и Джамиль участвуют в конкурсах в Ассамблее народа Казахстана. Семья отмечает практически все религиозные и национальные праздники. Пасху, Рамазан, Рождество и Наурыз Мирамы. В этом году Боязитовы 22 марта традиционно пойдут раздавать бурсаки на главной площади города. Наурыз отмечаем каждый год, стараемся с детьми выйти на площадь, показать все эти традиции, как отмечается, чтобы дети все это знали, соблюдали. Дома постоянно стараемся приготовить из национальных блюд. Сейчас в области проживают более 100 национальностей. За прошлый год в регионе заключили около 3,5 тысяч браков. Из них 210 – интернациональные. Нургуль Алина, Дамир Аскендиров, телеканал «Алматы», Североказахстанская область.